Привет друзья! Иркутский авиационный завод передал Минобороны России новую партию самолетов Як-130. Учебно-боевой самолет Як-130 выбран в качестве базового самолета для подготовки летчика в ПТС России. Он позволяет на самом современном уровне обучать пилотов боевых самолетов поколения 4+, и 5-го поколения. Российский турбореактивный учебно-боевой самолет Як-130 принят на вооружение в 2011 году. В разработке самолета участвовала и Италия, но вышла из проекта. Получив всю документацию, он выпускается в Италии под индексом Aermaki M346. Также с доработками самолет выпускается и в Китае под индексом Handu L15. Итальянские и китайские варианты после доработок имеют лучшие характеристики по некоторым параметрам. Уникальная особенность Як-130 заключается в том, что самолет благодаря цифровой функциональной системе управления ИСУ-130 может имитировать характеристики управляемости множества самолетов, в том числе F-16, F-15, Рафаэль, а также Еврофайтер Тайфун, F-22 и F-35. В отличие от иностранных аналогов, для повышения ремонтной пригодности российские авиастроители полностью отказались от композитов в самолете. Оснащенный двумя двигателями АИ-222-25 украинского производства, но уже локализованными в России. Самолет развивает скорость до 960 км в час. При высоте полета до 12,5 тысяч метров и боевой нагрузке до 3000 кг. Дальность полета самолета без подвесных баков 2000 км. Цена самолета Як-130 на экспорт 15 миллионов долларов. Для внутреннего рынка – 7 миллионов. Это дешевле итальянского самолета, но дороже китайского. В дальнейшем на базе самолета планируется создать тяжелый БПЛА. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok